То за богатство придется чем-то другим платить. Искренностью, счастьем, здоровьем. Да, действительно, если ты нечестно заработал, есть такой закон Carmalogic, что нельзя взять из мира больше, чем ты в этот мир отдал. Попытка взять из этого мира больше, чем ты отдал по разным каналам, включая ответственность, включая честность, включая интеллект, включая заботу, ты будешь наказан. Судьба отберет у тебя все, что лишнее ты получил. У меня недавно был разговор с редакцией одного серьезного журнала, который занимается инвестициями. Серьезнейшие специалисты разговаривали со мной. Сначала разговор был о том, какие бывают инвесторы. Эта тема мне не очень интересна, но я на эту тему с ними поговорил. А потом они подсаживаются и говорят, ну вы еще что-нибудь как психолог про деньги расскажите. Я говорю, как психолог не скажу, а как специалист по судьбе расскажу. Во-первых, надо понимать, что когда я деньги из собственного контроля отдаю на фондовый рынок, то я больше это не контролирую. И для судьбы это прекрасная возможность восстановить справедливость и баланс между тем, что я получил, что я отдал. И поэтому если где-то недополучил, где-то меня обманули, где-то недоплатили, то как раз через фондовый рынок мне это вернется. А если я кому-то обманул, то как раз через фондовый рынок у меня эту разницу отберет. Мало того, обязательно нужно следить за тем, кто создал ту компанию, в которую я вкладываю деньги. Если эти деньги на эту компанию были нечестно заработаны, то как раз фондовый рынок инструмент отобрать у этих людей то, что было нечестно заработано. И третье, нужно обязательно смотреть, кто сейчас вкладывает в эти акции. Если в эти акции вкладывают люди, которые эти деньги нечестно заработали, случайно заработали, не вложили туда ни ответственности, ни интеллекта, ни сил, то фондовый рынок – это хороший способ у них забрать то, что они получили лишнее. И я рассказываю это специалистам, они меня внимательно слушают, а я так немножечко волнуюсь, потому что это их рынок, это их тема, и это их специализация совсем не моя. И вдруг старший из этой группы поворачивается к своим сотрудникам и говорит, «Ребят, это то, что я несколько лет пытался вам объяснить. Я тоже так считаю. Алексей Петрович, можно вы будете на обложке нашего инвест-журнала, и можно ваша статья будет основной в этом журнале?» Для меня это было очень неожиданно. Но вот это мое ощущение, как специалиста по судьбе, а не специалиста по деньгам. Но деньги же – это один из инструментов выстраивания судьбы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!